Добрый день глубоко уважаемые коллеги. Пациент 51 года обратился в онкодиспансер по месту жительства по поводу увеличенных шейных лимфоузлов. При поступлении был поставлен предварительный диагноз лимфома с поражением шейных лимфоузлов 1-й А стадии. В стационаре ему было выполнено экстезия лимфоузла шеи слева, а также комплексное клинико-лучевое исследование. В процессе обследования обнаружены повышенные уровни серотонина и хромогранина А в крови, которые, как известно, являются маркерами нейроэндокринных опухолей. Стентиграфия костей скелета показала очаг повышенного накопления радиофон препарата в боковой массе крестца слева. Также в процессе пребывания в стационаре пациенту выполнена компьютерная томография. В шестом сегменте нижней доли было выявлено объемное образование мягкотканной плотности. Образование было гиперваскулярным в артериальную фазу и активно накапливало контрастное вещество в отсроченную фазу. Также образование сливалось с увеличенными бронхопульмональными лимфоузлами. Дополнительно на КТ были выявлены конгломераты надключичных и подключичных лимфоузлов, паравазальных и паратрахеальных лимфоузлов. Гистологическое исследование лимфоузла выявило атипичный карциноид умеренной степени злокачественности, Грейт-2. Окончательный диагноз звучал как нейроэндокринный опухоль левого легкого с низкой степенью злокачественности. Вторичное поражение лимфоузлов и костной системы. Пациенту рекомендована терапия химиопрепаратами, бисфосфонаты, гормональный препарат Актреотит-Депо в течение всего 2015 года и динамическое наблюдение. Однако, несмотря на проводимое лечение, к концу 2016 года зарегистрировано прогрессирование заболевания, которое выражалось в увеличении размеров образования в легком, увеличении поражения внутригрудных лимфоузлов, появлении нового метастатического очага в теле пятого грудного позвонка. Также в конце 2016 года был проведен пересмотр гистологического материала в Германии, подтвержден диагноз нейроэндокринной опухоли низкой злокачественности и индекс КИ-67 был уточнен на уровне приблизительно 10%. С целью определения стадии заболевания рекомендовано проведение ПЭТ-КТ всего тела с торгозоксиглюкозой в Израиле. Наши израильские коллеги провели исследование и обнаружили массивное метаболически активное образование в шестом сегменте левого легкого. Также они выявили конгломераты надключичных, подключичных, а также внутригрудных лимфоузлов, метаболически активный очаг в теле пятого грудного позвонка, три метастатических очага в печени и поражение крестца. Однако через несколько месяцев лечащим врачом, учитывая нейроэндокринный характер заболевания, было решено провести дополнительное исследование с галлием ДОТАТЕЙТ, в связи с чем пациент поступил к нам на отделение для проведения исследования. Мы провели сканирование в самом образовании и лимфоузлах, мы выявили аналогичные очаги накопления. Однако наблюдались также некоторые несоответствия. Например, один из метаболически активных очагов в печени был негативен на ДОТАТЕЙТ. Также были и другие несоответствия. Например, ДОТАТЕЙТ помогла выявить существенно большее количество метастатических поражений в костях скелета, например, в позвонках и в тазовой кости. Мы продемонстрировали несоответствие результатов ПЭТ-КТ, выполненные с двумя радиофармпрепаратами. Второзокси глюкозой, позволяющей визуализировать жизнеспособные опухолевые клетки, и галлием ДОТАТЕЙТ, рецептор-специфичным трейсером, предназначенным для диагностики нейроэндокринных опухолей. По нашему мнению, несогласованность данных ПЭТ-КТ с этими двумя препаратами обусловлена различиями в их фармакодинамике. Глюкоза не накопилась в костях скелета вследствие высокой дифференцировки опухолевых клеток, а галлий ДОТАТЕЙТ оказался резко негативным в одном из метастатических очагов в печени, поскольку в этом очаге наблюдалась низкая дифференцировка опухолевых клеток.